Классический овощной набор по осени для наших широт. Огурцы, картофель, лук, морковь, капуста. На крупных рынках этот набор ютится где-то в сторонке. Фермерская продукция от малого предпринимательства не выдерживает конкуренции при постоянном товаропотоке. На это и обращает внимание председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы Сергей Кирселян. То есть мелкие здесь не выдерживают? Вот даже вот рязанские точки – это результат кооперации. Это несколько личных хозяйств, они сложились, заняли продавца, открыли ИП, а продукцию они миксуют свои. То есть одиночным очень тяжело. По сути, сами фермеры вынуждены объединяться в торгово-закупочные кооперативы. Но это когда у них в течение года постоянный выход продукции. А если продукция сезонная, быстро найти торговые площади им непросто. Фермера за счет маленькой линейки своей продукции, ему сложно выходить на торговую точку. Он продает достаточно все очень быстро, объемы у него не такие большие. И в этой связи, конечно, им необходимо расширять, увеличивать объемы. Для части фермеров это выход. Но не для всех. Мелкотоварное производство тоже занимает большую нишу рынка. И здесь могут помочь компьютерные технологии. Специалисты министерства разрабатывают сервис по оказанию адресной помощи в получении торгового места. Фермеры смогут заходить на единый ресурс. На этом ресурсе выбирать наиболее удобную точку, где бы они хотели торговать. Выбрать место, зарезервировать, определить свой прескурант. Тот перечень товаров, которые они готовы будут продавать. И осуществлять торговлю. И сами покупатели на ресурсе тоже смогут получить информацию, где какой фермер предлагает свою продукцию. Но это в перспективе. А пока более актуальны целевые сельхозярмарки, как это всегда бывало осенью. Примеры приводятся уже на совещание в администрации городского округа. У нас такие примеры на территории Мытич были. Ольга Александровна, может быть, о них вспомнит. Одни из первых фермерских фестивалей мы в свое время проводили. Куда приглашали, предоставляли бесплатные места. И мы тогда говорили, что, наверное, даже два раза в год это мало для того, чтобы помочь как-то фермерам. Форм организации осенней торговли немало. Важно выбрать те, которые позволят фермерам и малым предпринимателям встроиться в устоявшийся товарооборот. Где и покупатель, и продавец могут легко найти друг друга. Сергей Берзин, Максим Силаев, Первый, Мытичинский.